Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Спасибо тем, кто подписывается, оставляет свои комментарии, ставит лайки. Продолжаем делать обзор на видео с Самвейла. Далее переключились на расклады Таро, которые делают на Самвейла, на Надю, может быть еще там на кого-то, на Колю, не знаю. Я такие видео вообще не смотрю. Вот это еще одна категория глупости, тупости. Это темные люди, 21 век на дворе, какие-то гадалки, карты, порча, сглаз, бабки-шептуни, детки-пердуни. И ведь есть такие, которые на полном серьезе верят, что эти гадалки говорят правду. Ну, бред какой-то. Сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье. И люди упорно верят. Это то же самое, что гороскопы. Вот тот же самый бред. Где-то у кого-то что-то сбылось, а у массы людей не сбылось. И все равно упорно в это верят. А бабе Тане так интересно вообще, о чем там ведутся разговоры. Она же сидит без слухового аппарата, слышит через раз. И такая медленно такая подползает по кровати, подползает поближе уши, тянет к Наде, к Самвейлу, чтобы расслышать. А переспрашивать боится, потому что нарвется на неприятности. Она же прекрасно знает, Самвейла перебивать нельзя, а послушать так хочется. Но в разговор не вклинивается. Вклиниться она потом, когда Самвейл ее привлечет, а так молчит. Самвейл тоже, конечно, в этом отношении темный человек. Говорит, я не верю никаким гадалкам, кроме Олеси. Он говорил с нею по поводу гадалки, это в Ютубе. Олеся сказала, да никакая она не гадалка, это шарлатанка. Рыбак рыбака видит издалека. Но если Олеся такая всемогущая, почему она не разрулит эту ситуацию? Взяла бы и повлияла как-то на эту женщину, чтобы она перестала снимать подобного рода видео. Не знаю, внушила бы ей там страх, ужас. Или наоборот, там какую-то мысль такую, что нет, я больше не буду этим заниматься. Пойду в церковь молиться. Чтобы вообще боялся человек к картам подходить. Но Олеся же не такая шарлатанка, как эта женщина. Ну пусть сделает хоть что-нибудь, ну хоть как-то вот реально докажет, что она что-то там умеет. Для меня они все одним миром мазаны. Вот все, что связано с гаданием, колдовством, это от лукавого. И люди, верящие в это и увлекающиеся этим, слуги этого самого рогатого. Посмотрите на Самвела, ведет себя как бесноватый. Почему как? Защита у него какая-то там стоит от Олеси. А что ж ему тогда так плохо стало от подаренной колоды карты бутылки вина? Ведь если верить его словам, он же чуть не сдох, едва подержав эти карты в руках, которые он, кстати, тут же выбросил в мусорку. Что-то там у него шевельнулось внутри, он испугался и избавился от них. Вино он тоже пить не стал, он оставил его на скамейке. Отчего же ему тогда так плохо стало? Ведь у него есть такая суперзащита. Ну вот тот же же глупый человек, параллели не проводит. Нормальному здравомыслящему человеку сразу пришла бы мысль в голову. Если Олеся такая суперзамечательная, если она мне поставила, как уверяет, какую-то суперзащиту, то почему мне стало плохо? Почему ее защита, о которой она говорила, не сработала? Нет, Самвел такими вопросами не задается. Темный человек. И в этот раз говорит, я начинаю болеть только от одного прочтения заголовков с каналов о гадании. Ну совсем уж фиговенькая получается защита, если она имеется таковая. Если от одного только названия, он начинает болеть. Прочитал расклад на Самвела и все. Прык! На спину. И упал. Задергал лапками. Стало плохо. Раньше, когда Самвелу нужно было поддерживать иллюзию того, что Олеся действительно что-то умеет, что он делал? Он выходил в трансляцию и начинал читать самые-самые негативные комментарии про себя. И абсолютно никак на них не реагировал. Он сидел спокойный, как удав. Потом, конечно, мы поняли, почему он был такой спокойный. Аптеку-то никто не закрыл, правильно? Аптека же всегда поможет в данном случае. Но он говорил, что его эти комментарии вообще не трогают. Видите, я никак на вас не реагирую. Я абсолютно спокоен. Вы зацепить меня не смогли и не сможете. Даже не старайтесь. Олеся мне поставила такую защиту, которую вы своими злыми комментариями пробить не сможете. Но действие препарата выходило. И Самвел снова начинал орать, швырять телефоны в стенку. Вот коротко об талантах этой Олеси. А Самвел время от времени постоянно ее рекламирует. Хотя непонятно, зачем она это делает. Ведь если верить его словам, у нее так много клиентов, она даже не успевает им всем отвечать. Но реклама на канале появляется стабильно. И ведь есть такие люди, которые верят и платят огромные суммы. Кто-то говорил, что прием у нее стоит 40 тысяч гривен. Просто, чтобы она там выслушала и взялась за какое-то дело, 40 тысяч гривен. Вот просто так люди отдают огромные суммы. И ведь верят же. Крэкс, пэкс, фэкс, это же не только в сказке про Буратино. Это же в 21 веке. У нас тут это все происходит. Надя тоже стала кричать. А у меня тоже стоит сильная защита. А у меня, у меня тоже стоит, как и у Самвелла. Есть и у меня такая же. Типа, мне все равно, что вы там про меня пишете, говорите или что-то там мне делаете. То свечки какие-то запаливает, как она говорит, зажигает. То эти защиты. Одна баба Таня слушает, смотрит на них всех и молчит. А у нее своя защита. Пошлет на три веселых буквы. Пойдет, чего-нибудь схомячит, завалится и будет дрыхнуть. Спокойная, довольная и счастливая. А уж как посылать умеет баба Таня, мы все знаем не понаслышке. В этот раз она сделала то же самое. Когда Самвел ей сказал, мама, Алка просит у меня деньги. Алла и в самом деле, но прицепилась к Самвеллу, как репях до шелку. Ты миллионер, купи мне машину. У меня машина старая, вся разваливается. Дай мне 10 тысяч долларов, я куплю себе другую. Потом она смотрит, что Самвел как-то на дыбки не становится и не начинает активно отказывать. Ты что, с какой стати? Не, не дам. И такая, знаете, быстренько так сориентировалась. Нет, знаешь, за 10 тысяч, это же я куплю себе такую же развалюху, на какой сейчас езжу. Лучше тысяч за 20, а? Вот за 20 тысяч долларов я действительно куплю себе нормальную машину. Ну да, и у тебя же есть деньги. Ну что, тебе жалко, что ли? Все разговоры у них крутятся вот вокруг денег. Грощи, гррощи, дайте. Я бедная женщина, мне нужны деньги. Да деньги нужны всем. Она же смотрит ролики Самвела. Вот в этом он тоже дал совет. Правда, зрителям, но Алла может им воспользоваться. Зрители, для которых кофты их производства за 1400 гривен – это дорого, Самвел дает такой совет. Идите работать. Нафига вы сидите в комментах? Пошите, и будет вам счастье, вы заработаете. Для вас это не будет большой суммой. Ну, человек как-то выпал, конечно, из реальности. Он забыл уже, как он бегал, извините меня, просто по рынку. И покупал себе самую, что ни на есть, дешевенькую одежку. Хотя он работал. Вы послушайте Самвела. Пахал ведь. Он с 16, да какой там, с 5 лет. Даже когда он начинал воровать кирпичики, уже с тех пор он начинал пахать. Но что-то денег у него при этом много не было. Ходил, надевал эти полиэтиленовые пакеты на ноги. Но ведь он пахал. Но он уже забыл об этом. И дает уже вот такие вот советы. Странно, что он не отправил в ТикТок крякать уточками, как он это делал раньше. Вон люди, бабки даже сидят и крякают уточками. И вы туда идите. Ну да, туда, конечно, сейчас отправлять никого он не может. Там дела не очень хорошо идут. Похвастаться ему нечем. Но мне нравится его наглость. Вот когда его не поддерживают в баттлах, и люди пишут в комментариях, а у нас нет денег, чтобы прислать вам подарок, помочь выиграть. Он орет. А что вы тогда здесь сидите? Вы зря только сидите. Что вы для количества сидите? Вот сидят, развлекаются задарма. Идите работать. Возвращайтесь уже с деньгами, чтобы вы могли меня поддержать. Не, ну не наглость ли это, а? А он не хочет пойти куда-нибудь поработать, чтобы ему не приходилось сидеть в ТикТок и выпрашивать у людей эти подарки, чтобы не пришлось отправлять людей на работу, чтобы они потом пришли и потратили на него свои заработанные деньги. Пусть он идет, работает. Но как-то странно получается. Людей на работу гонит, а сам не может найти себе какую-то официальную работу, на которой заработают столько, сколько ему нужно для поддержания коленных штанов. Если верить сам Вэллу, ему вообще ничего не нужно. Ему нужно совсем малое количество средств для того, чтобы прожить. На питание ему тратить особо не нужно. Он этим не увлекается. Он готов есть самую, что ни на есть, простейшую пищу. Он даже ту же самую картошку, которую он обожает просто. Да и одежда ему так толком, скажем, не нужна. Ну, значит, он работает для кого? Для Коли. Да, тема денег для бабы Тани, конечно же, больная. Как только она услышала, что Алла просит деньги, согнула руку в локте и показала неприличный жест. Фу, какая вульгарная баба. Вот женщина это недоразумение назвать никак нельзя. Но неужели она настолько глупая, что не понимает, но никакую машину сам Вэлл дарить не будет? Он, конечно, как она считает, лох, раздай срака. Да нет, далеко не так, далеко не так. И что ж она не показала этот жест, когда сам Вэлл покупал Коле дом, машины, квартиру? Коля же приходил к ней. Могла бы встретить его вот с этим жестом и поприветствовать. Ляп и по всей морде тебе, Николяся. Не слишком ли ты стал раскрывать свою ротяку бегемотскую на все, что имеет мой сынок? Ну и отправила бы его, как и Аллу, работать, чтобы они сами зарабатывали на свои хотелки. Начала жалеть сам Вэлла. Ты 11 лет тратишь свое здоровье на эти съемки. Не доедаешь, не досыпаешь. Сколько гадостей прочитал, поддакивает ей Надя. Да вы лучше обе посчитайте, сколько он заработал. Можно подумать, когда человек работает в какой-то организации. Там он работает, не испытывая стресса. Там у него нет никакой нервотрепки. Да могут коллеги такие попасться, что будут каждый день вставлять палки в колеса. Есть такие ситуации, когда люди на работу ходить не хотят. И начальник может попасться такой, что нервы будет мотать по 10 раз на дню, а может быть и чаще. И у человека нет возможности поменять работу, начальника, коллектив. И он будет терпеть это все годами за гораздо меньшую сумму. Если бы Самвеллу было невыгодно, он бы давным-давно бросил свой канал. И не читал бы эти комментарии. Зачем он туда? Он мог бы закрыть комментарии, если они его так раздражают, если они так мотают ему нервы. Но он зарабатывает на этом. Вот теперь он... Да, Афиночка со мной согласна. Вот теперь он реально зарабатывает на комментариях. Раньше он говорил, вы пишите комментарии, а мне за это платят деньги. Но это он шутил. А теперь это уже давно не шутка. Он прочитал комментарии, которые написали зрители, снял на этом ролик, и он на нем заработал. Да, теперь даже на комментариях он зарабатывает. Но он не делает этого. Он прекрасно понимает, овчинка стоит выделки. Это все монетизируется. Это все ему идет в плюс. Он от этого только богатеет. Люди пишут, выплескивают свою злость, еще там что-то. Негатив свой сбрасывают. Пытаются оскорблять. Да дофинием это все. Потому что он получает очень хорошую сумму за это. Поэтому плевать он на все хотел. Пишите дальше и пишите как можно больше. Продвигайте и дальше его канал. Люди все думают, ой, все, канал Самвела умер. Очень скоро он заглохнет. Нет. Вот с таким активным отношением зрителей к этому всему, он не заглохнет никогда. Он будет существовать вечно. Пока будет существовать Самвел. А может быть даже если и его не станет, люди будут продолжать писать и канал будет и дальше развиваться. Но уже без Самвела. Далее переключились на уборку Самвела в квартире. Он второй день подряд сходит с ума. Коля загадил ему всю квартиру. Ой, как он возмущался. Вот он сам на него нападает, а потом в трансляции кто-то поддержал Самвела. Да, ты прав. Как Колин засрал тебе твою бедненькую квартирку. Самвел тот же встал на защиту Коли. Да я больше засранец, чем Коля. Да вы что? Коля такой чистоплотный. Это я это все тут натворил, начудил. А он все время убирал. Ну да, он любит складировать вещи. Ну да, он там пособирал всякие коробочки. Но Коля все-таки молодец. Ну Самвел же ради контента это делает. А люди наезжают на Колю на полном серьезе. А для Самвела это же как серпом по яйкам. Поэтому не выдержал. Он тут же начал Коленьку защищать. Далее собрался Самвел уходить. Поблагодарил за общение. Теперь это называется пообщались. Вот действительно посидеть и пообщаться, как это делают все нормальные люди с близкими, друзьями, родными. Они не умеют. Да им и не о чем разговаривать друг с другом. Они собрались вот не так давно у Игоря на дне рождения и начали обсуждать комментарии. Ну неужели у вас нет разделения между реальной жизнью и виртуальной? Вот вроде бы вы собрались на праздник, чтобы повеселиться в хорошей компании. Вроде бы же там собрались все ваши друзья, которых вы хотели видеть в этот день у себя. И начали вспоминать негативные комменты. Ну так и здесь. Самвел пришел вроде бы навестить маму, а по факту почитали злые комментарии, дали на них злые ответы. И оказывается, это они так пообщались. Самвел уходит, а Надя бежит за ним вслед с коробкой эклеров. Зачем она их покупает? Надя сидит на диете. Ну вроде бы как. Самвел тоже говорит о том, что нужно похудеть. Для бабы Тани покупают? Ну тогда и оставила бы эту коробку ей. Зачем бежать вслед за Самвелом и кричать? Возьми, возьми с собой, попьешь чаек, покушаешь сладенькое. Да если он действительно захочет съесть чего-нибудь сладкого, он пойдет в магазин и сам купит себе все, что хочет. Но зачем проявлять инициативу? Надя, инициатива наказуема. Логика отсутствует напрочь. Лучше бы предложила Самвелу кроссовки постирать. А вообще, вы знаете, я на что обратила внимание? Вот кто еще заметил? Когда Самвел уже собирался обуваться, а Надя-то стоит с этой коробкой эклеров, она попыталась вначале эту коробку всучить бабе Тане в руки, типа, отнесите ее на кухню. Вот я чувствую, что если бы баба Таня взяла эту коробку, Надя бы стала надевать Самвелу кроссовки. Вот прям видно было, что она вроде бы как начала наклоняться. Думаю, она что, хочет опять сделать ему контент и напялить на него кроссовки? Но баба Таня не взяла коробку, сказала, эх, неси сама. Я такую рожу скривила Самвелу, типа, делать мне нечего тут сладости ваши носить. Шестерку нашли, чтобы баба Таня туда-сюда бегала. Ну и пока Надя вернулась, Самвел уже стала надевать эти кроссовки самостоятельно. Ну а что, мальчик большой, он и сам прекрасно с этим справится. А какие они грязнючие, мама дорогая. Коля уехал, и обувь у Самвела в ужасном состоянии. Да и не только обувь. Я думала, что трансформация в замшелый пенек, каким Самвел был до того, как с ним стал жить Коля, произойдет немного позже, но я ошиблась. Снова ходит в грязной одежде, в грязной обуви. Кроссовки не видно из чего сделаны, но это же насколько нужно быть грязнулей. Ну неужели так трудно прийти домой и бросить машинку? Но ведь сейчас не нужно идти куда-то там к речке, к проруби, чтобы стирать эти вещи. На Колю орет, засрал квартиру. Посмотрим, как будет эта квартира выглядеть без Коли. Там уже пылюки полно. Для контента снял расхламление, а через время мусора этого будет валом. Вот лучше бы занялся стиркой своей обуви и одежды, чем вот это вот показное. Я выбросил то, выбросил это, все повышвыривал, расхламился. Да показухой занялся. Ну просто человек на этом, скажем так, просто заработал, а не особо прям занялся чисткой своей квартиры. Если бы Самвел на самом деле любил чистоту, этот хлам у них даже не скапливался бы. А раз он скопился, Да и судя по Самвелу, по его внешнему виду, видно, что чистоту они презирают прям полностью, что он, что мама. И в этом отношении они прям друг на друга похожи. Ну а что вы хотите? Мама и сынок, родные люди, одна кровь. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами.